Структура компании — это база. Самостоятельно выстроить это крайне сложно. То есть сам процесс внедрения и является ноу-хау Высоцкого. Все время сейчас смотрю на то, что бизнес — это цифры. Вот до этого такого взгляда не было. Добрый день, друзья! Вы снова на канале «Бизнес Бустер». Сегодня у нас снова очень сильный кейс. Сегодня у нас такая реально крупная компания, которая является лидером в своей отрасли. И я вас сегодня знакомлю с Павлом Калашниковым, владельцем компании «Снабвэй». Привет, Павел! Я думаю, что будет очень интересно. Я спрошу у Павла о том, что они делают, какая компания, чем занимаются, их историю, как они росли. И вы сможете это все получить из первых рук от владельца. Павел, расскажи подробнее, чем занимается компания «Снабвэй», какой у вас масштаб? Компания занимается торговлеотделочными материалами по торговым точкам, по строительным организациям. Занимаемся мы этим с 2009 года. Сейчас, на данный момент, мы входим в «тройку» в московском регионе и в ЦФО. Располагаем тремя складскими терминалами общей площадью 15 тысяч квадратных метров. С собственным автопарком. Более тысячи клиентов у нас. Достаточно масштабный бизнес. А сколько в месяц отгружать материал? Порядка 10 тысяч тонн. Я даже себе представить не могу, какой объем. Да. Это круто. А как вообще появилась идея создавать такой бизнес? Как вот к этому пришли? 2009 год, это уже почти 10 лет. Да. Это был разгар кризиса, как раз в 2008-2009 год. Но в тот момент я пришел к мысли, что пора заниматься собственным делом. Была возможность работать с одним из региональных производителей гипсокартона на тот момент. Единственный мой был поставщик. И вот с этого мы начинали, развивали этот бренд на московском рынке. И дальше уже постепенно наращивали портфель. Видели спрос, видели, как реагирует потребитель. Видели, что в принципе очень слабый сервис на этом рынке. И расширяли ассортимент, расширяли портфель, набирали команду. В общем, прошли такой сложный путь просто с нуля. Насколько быстро росли и насколько все это было динамично вообще? Ну, в начале росли, конечно, быстро. То есть с нуля расти всегда легко. А в дальнейшем, то есть где-то к 2014 году, вот как раз когда кризис второй произошел, там уже стало сложнее, когда спрос уже стал другим. И там уже рост был не в два раза каждый год, как это до этого было. Там замедление произошло. И вот тогда начались мысли, что нужно как-то повышать свои компетенции, что-то менять в своей жизни. Ну, не в своей жизни, а в своих способностях, что ли, как руководитель. Вот. Я перепробовал много тренингов. Много... Какие там, если на скидку, что понравилось, если так вспомнишь? Ну, это известные тренинговые компании, не знаю, бизнес-молодость, это... Что проходил? Цех МЗС? МЗС проходил. Вот. Другие небольшие тренинги Глеба Архангельского, там, по продажам. Бакшт был такой тренер по продажам. И сейчас, наверное, есть. Вот. Его отдел продаж мы внедряли. В общем, я много был на разных программах. На мини-МБА был в PricewaterhouseCoopers. Вот. У меня вообще два высших образования, я там менеджмент закончил. То есть, в принципе, я так не имел понятия до проекта Высоцкого, что такое менеджмент, что такое бизнес. В конце 15-го года я пришел к тому, что, видимо, Высоцкого... Проект Высоцкого больше подходит, потому что я как раз тогда закончил мини-МБА в Pricewaterhouse. И меня он, честно говоря, разочаровал. Не хочу антирекламу никому делать. Ну, по чесноку. В принципе, МБА, да, то есть там была очень сильная программа в плане преподавательского состава, но то, как она выстроена, то, как вообще построена МБА, это мало применимо к малому бизнесу. Вот. То есть на определенном уровне, когда бизнес там уже действительно там масштабный, миллиардный, я не знаю, я думаю, что от 10 миллиардов годового оборота, там МБА очень применим именно топ-менеджменту. Там нужно уже смотреть на компанию, как на корпорацию, как на подразделение. Вот именно подход МБА. А здесь, когда у тебя бизнес, у меня был тогда там бизнес, не знаю, 20 человек, достаточно сложно было применить кейсы из Кока-Колы и так далее. То есть даже из нашей отрасли есть американская сеть Home Depot, и нам рассказывали, как они строят свои финмодели, ну и что дальше, то есть как они выходят на IPO. У тебя 20 сотрудников. У меня 20 сотрудников, да, я весь в звонках, то есть клиенты звонят, ругаются, отгрузки, машины, ну то есть достаточно сложно. Там ребята учились, которые сейчас очень известные личности. Вот один из топ-менеджеров Леруа Мерлен, сейчас вот мы общаемся, со мной там учился. Да, вот они, те, кто развиваются по корпоративной стезе, там это применимо. Поэтому я выбрал проект Высоцкого, потому что он был применим к малому бизнесу, я смотрел его материалы, я был у него на небольших тренингах однодневных. Вот. И... На живых прям? На живых, да, был. То есть повезло, что Высоцкий был здесь красиво? Да, он приезжал, да. И вот книги потрясающие, то есть с них надо начинать вообще. То есть не думать о каком-то там большом проекте, а нужно сначала посмотреть маленькие вещи Высоцкого, чтобы понять вообще его подход. Ну хотя бы попробовать, конечно. Да, да, да. Мы тоже в прошлом году, когда вот до админа дошли с партнерами, мы начали там просто фанатить от книг Высоцкого, все это читать, там сразу там что-то внедрять, какие-то небольшие тренинги, но потом уже познакомились с ним в Нью-Йорке, и, конечно, понеслась. Но книги просто действительно потрясающие. Я всем в команде. Малый бизнес, большая игра просто у меня. Все топы прочитали в обязательном порядке, ну и все кайфуют. Да. А для владельца, вот обязанности владельца компании, вот такая вот брошюрка, там, не знаю, 100 страниц, но вообще открывает глаза вообще на то, что такое владелец и вообще какова роль владельца. Это, ну, просто вот всем рекомендую действительно. Два часа чтения и вообще новый взгляд. В общем, 2015 год, да, конец 2015 года, ты по уши в оперативке, звонки, все на тебе. Да, вообще. Я был самый эффективный продавец компании, то есть я продавал объем и прибыль делал больше, чем все остальные мои менеджеры вместе взятые. Их тогда было, наверное, 6 или 7 человек. Вот я за семерых лучше работал, то есть я их кормил. Круто. Сотрудники начали мне продавать ее, там, рассказывать. Я говорю, мне не надо продавать, давайте счет я оплачу. Они, как это? Я говорю, ну, я принял решение. То есть мне не надо было продавать там программу за, там, большую сумму. Тогда это было, наверное, там, 50 тысяч долларов. И все, я пошел. И с тех пор, то есть там многое поменялось и в бизнесе, и у меня в голове. Павел, а вот очень интересно тем, кто собирается проходить программу, именно какие инструменты в твоем бизнесе сработали? Потому что инструментов управления много, и все приходят с разным уровнем. Вот ты, например, пришел с высоким уровнем вовлечения в продажи. У кого-то, например, нет такой проблемы, они сразу там по продаже отстроили, делегировали, да. А у кого-то уже там финансовая система была налажена. Ну вот интересно, какие именно инструменты у тебя сработали, какие именно тебе помогли, какие проблемы они устранили или, там, наоборот, позволили выйти там на новый уровень? Ну, во-первых, планирование. Вот планирование на разных уровнях, это вот было первое для меня открытие вообще. То есть сотрудники мои теперь, они приходят ко мне не просто так, они приходят обязательно с планом, с недельным планом, с планом на несколько недель, там, план подразделения, где написаны его статистики, где написаны регулярные действия, где написаны его действия там на нерегулярные, которые он планирует для развития. Это потрясающий инструмент. То есть он отчитывается по этим планам, и он же рассказывает о том, что он собирается делать, я туда добавляю, то есть вот это вот происходит общение один на один с каждым из руководителей. Это первое, то есть это потрясающий инструмент. Я всем рекомендую, это первое, что вот в организации толкает резко вперед организацию. Ну вот интересно, что в целом вещь такая понятная, очевидная, но я думаю, что вот многие из тех, кто смотрит, кто не проходил программу Высоцкого, наверняка что-то пробовали такое внедрять. Наверняка, что ты даже до этого пробовал такое внедрять, типа, ребята, нужно планировать, делать план. Но почему-то оно ни хрена не работает. Все, что дает Высоцкий, оно в принципе понятное и очень логичное. И очень многим кажется, что вот это все можно просто самому взять и сделать. Я не хочу никак ничего продвигать, но дело в том, что то, как это внедрить, и то, что кажется на выходе, оно совершенно друг с другом не дружит. То есть сам процесс внедрения, он и является ноу-хау Высоцкого, потому что административная система, она в принципе открыта. О ней можно очень много прочитать, очень много узнать, то есть из разных источников. Но именно процесс внедрения, он крайне затруднительный. Я могу сказать, что этим нужно заниматься, когда бизнес устойчивый. То есть когда бизнес, по крайней мере, финансово работает нормально. Нет каких-то дырок, кассовых разрывов, еще чего-то. Я не рекомендую идти тем владельцам, у кого есть проблемы, и типа вот закрыть эти проблемы этой программы, это неправильно. Но ты имеешь в виду, когда там убыточный бизнес, да? Да, когда есть проблемы, когда есть кассовый разрыв или когда есть убыток. Я пришел к Высоцкому в 2014 году на первый тренинг, и он меня не допустил. Он сказал, ты не готов. Мы прошли с ним интервью, и он говорит, немножко поучись печь пирожки, как сейчас помню, он сказал. Ну то есть делать свое дело. Да, нужно научиться печь пирожки, нужна технология самого производства. И только после этого нужно внедрять административную систему. Вот это очень важно. Дальше, если говорить об инструментах, сама структура, да, организующая схема, тоже инструмент вроде как понятный, что такое структура компании, все прекрасно знают. Но структура компании – это база, из которой потом следует очень много других инструментов, таких как планирование, таких как финансовое планирование, планирование деятельности, финансовое планирование, там, функционал, подчинение, ну и так далее. То есть оно вот выстраивается именно от одного к другому. Самостоятельно выстроить это крайне сложно. Высоцкий именно смог сделать внедрение от очень простого к сложному. То есть те вещи, которые он объясняет сначала, кажутся банальными и очень скучными, ну просто вот до глупости. То есть ты читаешь или смотришь видео и понимаешь, что ну вообще, ты просто очень банально все. Но оно вот как база, оно ложится друг на друга, камешек ставится на камешек, иначе оно не встанет. И вот это вот, ну оно не сразу очевидно. И ребята, которые вот со мной был на курсе, мужчина там, у него там пять ердов бизнес, то есть он в своем городе там с мэром за руку здоровается, там его там по телевизору показывают. А тут ему начинают рассказывать там, как нужно прояснять слова со словариком, еще чего-то. То есть он говорит вообще, о чем это. А потом, когда дело пошло, дошло до организующей схемы, до того, что нужно вот все это разработать и все это соединить, весь функционал, как бы друг с другом соединить, как пазлы, там становится понятно, что вот каждый блок предыдущий, он имел смысл. В этом именно и смысл, в этом и есть ноу-хау Высоцкого, именно в технологии внедрения. Вот эти все шаблоны, вот эти все программы действий, которые нам давали, они уникальны. Внедрить плавно систему, да, крайне сложно тоже, потому что это нечто инородное, приходит в бизнес, есть отлаженная работа, есть команда, есть свои какие-то авторитеты. Неформальные-формальные, вот, и далеко не все как бы в ладоши хлопают. Ну да. И часто спрашивают о том, есть ли там трение в коллективе, есть ли увольнение там сотрудников, еще чего-то. Я могу сказать, что у нас увольнений не было, у нас все прошло нормально, но я скажу так, мы были на грани фола. То есть я старался удерживать все в плавном режиме, но трения были однозначно. Однозначно, то есть к этому нужно быть готовым, но самое главное это постепенно-постепенно. Как правило протестуют сильные, слабые они им что воля, что неволя, а сильные они как бы не готовы, кто-то по каким-то своим причинам, кто-то потому что там что-то не хочет отдавать из своей зоны ответственности. Кто-то просто считает, что вот у нас так было, да, у нас там один из сильнейших руководителей считал, что ну не все инструменты правильные, что ли. Ну да, да. Вот. И он болел, болел действительно за дело, то есть искренне, не то что там из каких-то своих интересов, а он искренне болел за дело и говорил, что нет, давайте вот все-таки удержим компанию и не будем вот заниматься неправильными действиями. Главное, что процесс идет и у нас есть споры в компании, мы обсуждаем, возговариваем, это что касается внедрения. Да, ну сильных людей, сильных лидеров в команде всегда приходится договариваться, улаживать, это есть свое мнение. Я против того, чтобы вот выгонять, то есть ну главное, чтобы внедрение не произошло в разрушении. Я сразу был настроен на то, что я никого не потеряю. Потому что для меня люди это очень ценное. И поэтому мы все делали так, чтобы мы все остались вместе. И сейчас вот этот стол, там называется рекомендательный совет, исполнительный совет, это самый главный орган в компании, который все решения принимает. То есть это мозговой штурм регулярный, который проходит стратегические решения, тактические решения, оперативное планирование. Все это выстроено теперь. Все вот эти вот процессы, как бы оперативные, тактические, стратегические, они теперь понятны, они теперь регулярно происходят. И вот это вот, ну в компании появился порядок. И в моей жизни появился порядок. У меня телефон не звонит больше вообще. Я оставил себе на, ну как, ну я просто дружусь с человеком. У меня остался один клиент, с которым я два года уже работаю, он у меня единственный. И я просто с ним общаюсь, просто чтобы быть в курсе рынка. И просто мне с ним интересно. Вот. Это самый крупный клиент, и мы с ним как бы общаемся. Это совершенно не нужно, как бы, и не является необходимостью. То есть у нас тогда было, я сказал, 7 человек, сейчас у нас 25 торговых представителей. То есть, ну рост виден, да, что торговый персонал получается сколько там, в 3,5 раза вырос. Вот этот порядок, когда я понимаю, какие у меня совещания, какие у меня координации, какие у меня с кем встречи. То есть четкий график, то есть там программа начиналась вообще с усиления самого владельца, то есть с планирования времени владельца. Самый большой профит от этой программы для меня, это усиление меня как руководителя и как владельца. То есть у меня появилась точка зрения владельца, точка зрения того, кто управляет игрой. Это самое главное. Ну вот это разделение, да, директора, владелец. Да, разделение функций. Во-вторых, я теперь понимаю, что такое вообще управление. Что такое управление на основе цифр. Я стал буквально маньяком цифр. Управление на базе цифр, ты говоришь. Но ведь наверняка после прохождения БМ, МЗС у тебя были там какие-то цифры. В чем разница? Разница в системности. То есть на проекте Высоцкого мы внедряли целую систему статистик. То есть, опять же, на базе оргсхемы мы разрабатывали статистики для каждого отдела. Каждый сотрудник, каждый отдел работает на свой график, на свою статистику, на свои показатели. Казалось бы, опять же, это нормальный обычный процесс. Но как их увязать между собой и как из них сделать вот эту трубу производственную и через эту трубу смотреть, где узкие места, это как бы никто, я не встречал, чтобы внедряли именно такую технологию. У нас сейчас все это переведено в электронный вид. До этого у нас были бумажные статистики, сейчас в электронном виде. И каждый сотрудник заполняет, приходит на координацию, либо со мной, либо со своим руководителем. Именно с цифрами, с понятными графиками. У меня сейчас под контролем порядка, наверное, 30 графиков, 30 показателей, которые я постоянно мониторю. Что-то еженедельно, что-то даже ежедневно. И я все время добавляю, я все время сейчас смотрю на то, что бизнес – это цифры. Вот до этого такого взгляда не было. Сейчас я на все смотрю через призму, а как я могу это посчитать, а как я могу этот показатель улучшить. Что с чем связано. То есть я в голове держу буквально там любые группы товаров. Разговоры с поставщиками всегда идут через цифры. Я понял, что в целом бизнес – это постоянная работа с приходной частью, расходной частью. И нет такого, что раз, у тебя буквально в какой-то момент случилось, что тебе нечем платить. Такого просто не может быть. Если у тебя выстроена правильная система финансового планирования, то, грубо говоря, денег будет хватать всегда. Потому что ты можешь управлять расходами, можешь управлять доходами. Если тебе не хватает на доходы, сокращай расходы. Вот все. Очень все просто, но к этому нужно прийти. И еще очень важно, если заговорили о финансовом планировании, то, что руководители стали ценить доход и понимать, что расходы тоже есть. Потому что у всех же в голове, у наемных сотрудников в голове всегда, что здесь миллионы делаются, никаких проблем. То есть лишние товары испортили, лишний раз не туда съездили, никаких проблем. Ладно, что? Денег хватает. А когда люди начинают сами планировать свои расходы по своему отделению и видеть, сколько у них на это выделено денег, они начинают понимать, особенно когда это не сезон, когда не хватает прибыли и так далее. Совершенно другое отношение, совершенно другая ответственность возникает. Высоцкий говорит так, это тоже вот для тех, кто планирует пойти на проект, что я не готов работать с одним владельцем и сотрудниками. Мне нужны руководители. Вот чтобы полноценно внедрять эту технологию, да, обязательно должны быть средние руководители. То есть должен быть кто-то наверху или это владелец, или в идеале, если есть владелец и там директор, но если такое есть. Вот. И дальше средние руководители. Без средних руководителей работать напрямую с сотрудниками крайне неэффективная история. Крайне неэффективная. Вот. То есть если вы планируете расширяться, сразу думайте о том, кто у вас будет руководить продажами, производством, финансами, там, маркетингом, наймом и так далее. Вот это вот команда руководителей, они называются руководители отделений, начальники отделов. Это костяк компании, которые, это скелет, то есть который дальше уже все это, все, что под ними, уже наработается. Вот эти вот люди, это мои, ну, моя семья вообще. То, с кем я говорю, что мы сидим за круглым столом, и это самые ценные люди в компании, которых можно постоянно выращивать и ставить на эти посты. Мы сейчас, тоже к нам приходят разного уровня, вот на бизнес-бустер приходят разного уровня владельца. У нас даже сейчас уже появляются специальные продукты, которые подращивают до основной программы, если там у них не хватает, например, руководителей, или у них есть проблемы с властью, например, с совладельцами. То есть мы смотрим на входе. Это очень важно, да. Делаем квалификацию и говорим уже точно, что, ребята, вам нужно вот это пофиксить, потом приходите. Да, это очень-очень важно. Если есть совладельцы, тоже очень важно, чтобы было согласие в том, что мы это делаем, мы в это идем. Это на целый там, на длительный период времени тоже встречал, среди друзей, с кем вот были на проекте. Когда есть разногласия, это бардак, то есть лучше не идти в это. Ну и коль скоро мы заговорили о сотрудниках, какие проблемы были до программы, до проекта с Высоцким в делегировании, и чему ты научился, что теперь применяешь, какие проблемы ушли? Там был очень интересный процесс у Высоцкого, когда два человека садятся друг с другом напротив друг друга, и там разные тренинги. Я вообще не понимал, о чем это, опять и зачем это. А на самом деле процесс руководства – это общение с сотрудником один на один, с разного уровня. Именно само делегирование для меня было раньше словом каким-то из тайм-менеджмента больше. Типа делегируй, вот сейчас делаешь сам, ну вот скажи другому, пусть он это делает. Теперь ты за это отвечаешь. Да, да, да. Вот это делегирование. У меня плохо получалось делегировать, я не понимал почему, потому что я брал, например, я сам продавал, брал, значит, мальчика и говорил ему, иди продавай. Он шел и не продавал или вообще сбегал, то есть вот так происходило. И, в общем, было очень грустно по этому поводу. Ну, это в самом начале, конечно, там, в девятом году. Само делегирование заключается в том, чтобы описать подробнейшим образом по определенному сценарию ту деятельность, которая ведется. То есть нужно прямо выложить на бумагу все подробнейшим образом. Настолько причем подробнейшим, что, ну, мне было сложновато, конечно, это сначала делать. Вот. А теперь есть великолепный документ, который называется «Описание должности», в котором четко описано, какой продукт этот пост должен получать, за что он должен отвечать, с кем он должен взаимодействовать, какие регулярные действия он должен совершать, какие ошибки он может совершать, какие нерегулярные действия он может совершать. И так далее, и так далее, и так далее. То есть это документ, который у нас разработан практически для каждого поста. Кстати, я проект закончил полтора года назад, и я продолжаю его постоянно докручивать. У меня продолжают разрабатываться описание должности, инструкции, регламенты, новые статистики. То есть все это продолжает развиваться. Владелец, который в это пошел и который видит в этом пользу, а я это не только могу за себя сказать, но я общаюсь, то есть есть целое сообщество Высоцкого, где очень много мощных людей, то есть очень интересное сообщество, интересные люди. И я вижу, как они развивают все это, продолжают дальше развивать. Мы все общаемся, мы встречаемся на конференциях. А в Турции был в этом? Да, был в Турции. Супер конференция была. Я приехал вдохновленный, и сейчас читаю вот этот том, который там выдали, плюс свои все записи, и там внедрять, внедрять еще. Кстати, вот о тусовке говоря, да, тусовки разные сейчас есть, бизнес тусовки, да, есть и хорошие, я как бы нахожусь и в других сообществах. Вот, именно сообщество Высоцкого очень качественное, очень серьезные люди, взрослые, состоявшиеся. То есть они находятся совсем в другом состоянии, чем там в других местах. То есть это люди, которые поняли вообще о чем они. Вот это вот прямо главное отличие. Это очень взрослые, зрелые люди. Это, как правило, они старше меня, мне есть чему учиться. Особенно, конечно, для меня важны мои ребята, с кем я в группе проучился все это время. То есть мы дружим, мы все в разных регионах, мы все ездим друг к другу, ездим друг к другу в гости. Они приезжают ко мне в Москву, мы все встречаемся. В общем, классно. Это очень развивает. Это люди, которые направлены на развитие, у которых есть чему учиться, с которыми мы постоянно переписываемся в чате. В общем, это ценно. Ну и прикольно то, что Вы развиваете компанию по одной и той же методологии. Да. Можно что-то шерить, а Вы разговариваете на одном языке. Постоянно, постоянно можно. То есть мы делимся какими-то лайфхаками, мы там друг другу советуем книги, советуем консультантов. Ну, все что угодно. А что-то изменилось в подходе к найму? Может быть, там новые люди поменяли? Вообще, как поменялась методология? Вообще, найм в маленькой компании – это отдельная история. То есть это не так, как люди приходят в большой офис, в огромную переговорную, садятся, им там задают вопросы. Когда у меня была одна комната на первом этаже жилого дома, люди приходили, там был диванчик, и достаточно было так непонятно, кто кого уговаривал. Плюс ко всему, когда человек приходил, ему задавались ситуационные вопросы. Потом, когда, допустим, мы договорились, обсудили какие-то там вопросы с мотивацией, которые тоже были так наполовину разработаны. Сейчас все мотивации привязаны к статистикам, и там понятные процессы, которые человек должен сделать для того, чтобы там заработать свой доход. Плюс к этому, когда он приходил, ну, то есть ему давался компьютер, и вот занимайся. Работай. Работай, да. Высоцкий говорит, добывай лентовку в бою. Да, оружие добудете в бою. Каких-то инструкций, честно говоря, не было. Было введение в должность из уст в уста, скажем так. Руководитель садился с человеком и, значит, вот рассказывал ему, что он будет делать. В принципе, ну, как-то это работало. Сейчас у нас есть тестовая неделя, у нас есть материалы, которые человек должен изучить, у нас есть тест, который человек должен пройти до собеседования. Ну, конечно, качество найма изменилось, совершенно изменилось. И опять же эти вот описания должности. То есть человек приходит, и мы с ним начинаем прямо по его должности прояснять. Он должен понимать, что он производит, что он будет делать, кому он будет отчитываться, с кем он будет взаимодействовать, с кем он должен познакомиться, какую информацию он должен получить. То есть все это он проходит за эту неделю, мы смотрим на него, он смотрит на компанию, и за эту неделю все становится понятно. Не могу сказать, что у нас идеально выстроен найм, то есть нам есть куда развиваться. Мы сейчас этим занимаемся, обучаем нашего HR-менеджера. Ну, это понятно, то есть понятно, что, может быть, есть такая иллюзия, что вы придете к кому-нибудь, и пусть даже к Высоцкому, пусть даже к крутому, на крутую программу, но все не станет идеально. Но все станет, у вас есть понятная структура, по которой развиваться и докручивать, и идеал это такая вещь. Абсолютно. Я хочу сказать, вот, не в виде рекламы и не в виде антирекламы, только одно, что не ищите волшебную таблетку. Ее нет, и Высоцкий вам ее не даст. И ваш бизнес не выйдет на качественно новый уровень, если вы его не выведете на этот качественно новый уровень. Высоцкий дает вам структуру, структуру, которая работает. Любой бизнес подходит под эту структуру. Хочу это подчеркнуть, потому что многие думают, что бизнесы совершенно разные. Я был, например, на МЗС, ребята очень креативные. У кого-то бизнес 5 человек, а доход огромный, то есть интернет-компании, которые выстреливают. У кого-то наоборот, чисто производственный бизнес, завод, например. То есть все, что угодно, совершенно разные. И понятно, что они организованы совершенно по-разному. Вот эти инструменты, инструменты управления, они универсальны с точки зрения того, что они построены на основе того, как мыслит человек и как действует человек. Есть статистики, то есть нужно управлять на основе цифр. Есть должностные инструкции, есть планирование, где нужно действовать на основе планов. Нужно планировать свою деятельность, нужно отчитываться по ней и так далее. То есть есть финансы, которые тоже требуют, вот уж финансы, это уж точно требует какой-то жесткой, понятной системы управления ими. То, как, например, обращаются многие владельцы с деньгами, особенно забирают деньги из бизнеса, это все знают. То есть у меня есть много друзей, которые ситуационно принимают решение, что нужно что-то взять и построить себе где-то. И из оборотки вытащить, там, я не знаю, 10% стоимости бизнеса. У меня есть четкое понимание, сколько я заработаю за год. Оно плюс-минус 5%. Оно на основе бюджета и так далее. Я знаю, сколько и как будет отчисляться, какие фонды, как это все резервируется, как это все там амортизируется и так далее. Поэтому думать о том, что есть уникальные бизнесы, конечно, они все уникальны, но вот понимание, как управляется бизнес, оно приходит именно вот на программе Высоцкого, оно точно приходит. Знаешь, у меня такая появилась аналогия, то, что вот мы же все уникальные люди, у нас там уникальные, мы выглядим по-разному, да, у нас мысли разные, там судьба уникальна, но при этом у нас там плюс-минус у всех две ноги, две руки, там кровеносная система. И то есть, если говорить базово, с точки зрения структуры, с точки зрения системы, мы все одинаковые. То есть, у нас есть базовая, там, кровь течет, лимфа течет. И вот это админы, административные технологии, то, что дает Высоцкий, по сути, это вот как раз это кровеносная система, это скелет. Скелет, да. Все базовые подсистемы, которые мы, когда создаем бизнес, мы их делаем как-то по наитию, и они запутаны. Они там какие-то у нас левая нога есть, правая нет. Там у кого-то три ноги, у кого-то шесть, ни одной руки там, ну и так далее. И вот это вот, а когда ты приходишь на программу, приходишь к Высоцкому, то ты просто понимаешь, как оно должно быть, ну просто нормально, разумно. И выстраиваешь это более разумно, и оно начинает просто лучше работать. При этом, естественно, ты это наполняешь своими смыслами, своим замыслом. Есть просто люди, которые меня спрашивают, ну вот я вот удвоюсь или не удвоюсь, когда вот пойду? Я не знаю, удвоится он или нет. Потому что сама по себе система, она не может удвоить. Она может сделать порядок, и если этот порядок наполнен правильными смыслами и правильно взаимодействует с рынком, тогда это будет рост 100%. Потому что больше порядка, меньше хаоса, и это дает как бы результат. Но само по себе я вот очень хотел бы предостеречь людей, которые ищут именно какие-то вот такие вот решения, дешевые что ли, которые многие рекламируют в своих бизнес-школах. Удвойся за месяц, утройся за два месяца. Я говорю, ребята, я вот там с ребятами работаю, кто только начинает. Я не рекомендую вот такие вещи делать. Ну, если ты там работаешь, зарабатываешь 50 тысяч, да, там можно вырасти в 10 раз, там открыв свой какой-то малый бизнес, кто-то там в 100 раз. Ну, то есть с нуля расти, кратно там начать продавать, там какой-то стартап. Это да. А если у тебя уже действующий бизнес, то здесь все... Действующий бизнес требует организации, требует выстраивания и долгосрочных перспектив. Важно не то, насколько там вскочит за месяц прибыль, а то, насколько она вырастет за 10 лет. Вот для меня это важно. Я строю бизнес именно с этими перспективами. То есть стратегическое планирование. Иногда же бизнес можно надуть быстро, да, допустим, и показать кому-то там, продать еще что-то. Ну, то есть даже, кстати, бизнес на продажу, хотя я не сторонник этого, но он намного привлекательнее выглядит, когда он выстроен и системный. Абсолютно. Потому что если бизнес, как правило, заточен на владельца, и там продавать нечего, владелец уходит и все падает сразу. Никто не знает, как это вся хрень работает. Да, абсолютно. Раз уж ты заговорил о стратегических планах, может быть, поделишься своими стратегическими планами, к чему вы стремитесь? У меня есть несколько сценариев. Сценарии у Высоцкого называются «Идеальные картины». Я занимаюсь их постоянной разработкой. То есть у меня есть там 2-3 базовых сценария, которые я разрабатываю. Эти сценарии нужно разрабатывать, нужно постоянно тестировать что-то в эту сторону, что-то в эту, что-то в эту. Вот. Есть программы написанные, по которым мы идем. Идем в одну сторону, в вторую, в третью. Что стреляет, туда и двигаемся дальше. Ну, то есть, постоянная, как в бизнес-молодости ребята говорят, работа с неопределенностью. Это главное качество предпринимателя. Как кушает неопределенность, как шелкопряд. Съедает и за собой оставляет порядок. Хаос – ешь, порядок за собой оставляешь. В этом смысл предпринимательской деятельности. В этом, как бы, я вижу и свою миссию. То есть упорядочивать, постоянно упорядочивать. Не сорвать где-то, там, удвоиться за месяц, а упорядочивать, улучшать деятельность сотрудников, собственную и общество. Может быть, тогда поделишься, какие вот у вас результаты после программы? Во сколько раз там увеличились показатели? Если говорить о показателях, прошло полтора года. После окончания программы? После окончания, да. Именно после окончания. То есть мы росли и в течение внедрения. То есть это не быстрый процесс. То есть мы проходили год. Но вот после окончания, в кризисное время, то есть сейчас на рынке стройматериалов не лучшие времена. Вот. И мы выросли на 50%. Вот, можно сказать, вот этот показатель, которого мы достигли. Причем я еще раз подчеркну, что рост достигнут не только за счет внедрения, а за счет общего развития, что ли. И вообще внедрение вот этой системы нельзя отрывать от всего процесса развития и роста организации. У нас просто организация выросла не только численно, но и как бы по своему уровню. Руководители стали больше на себя брать ответственность. Сотрудники видят больше цифры, статистики. У нас постоянно проводятся общие собрания. У нас стало больше сплоченный коллектив. У нас транспарентность. Мы показываем своим сотрудникам показатели. Они видят, они причастны. То есть в целом я считаю, что мы как организация, как некое тоже небольшое сообщество, мы в целом выросли. А когда это происходит, растет и финансовый результат. Вот это произошло. И для меня это очень ценно, потому что я не знал, как еще по-другому сплотить организацию и сделать из нее действительно организацию, а не просто сбор нескольких человек, которые каждый свои интересы отстаивают. А вот ты рассказывал, что ты был настолько увлечен продажей, что делал больше, чем все остальные продавцы. А как сейчас? Удалось ли выгрузить из себя эту технологию так, что хотя бы, может быть, лучшие продавцы приблизились к твоему тогдашнему уровню? Да, да. Тоже есть описанная система, но это уже система продаж. То есть у Высоцкого есть такая идея, что в любой области нужна технология. В любой, где бы вы ни были, в семье, воспитании детей, в бизнесе, в саморазвитии, везде нужна технология. Это очень здравая мысль, я считаю. В продажах она супер нужна. И мы ее постоянно разрабатываем, дотачиваем, адаптация сотрудников, работа с уже существующим персоналом, тренинги, система показателей, спецзадачи, мотивация. Все это вот вместе. Я считаю, я уверен в том, что у нас сейчас лучшая на рынке торговая команда. Конечно, показатели сейчас такие, как я делал тогда, сейчас делают там многие. Круто. Да. Есть те, кто тебя превзошли? Есть. Да такая вообще неочевидная вещь, когда ты делаешь больше, чем все остальные вместе взятые, и тут тебя превзошли. Ну, я очень радуюсь. Это реально сильные люди, на которых я опираюсь. Мне понравился. Это один из владельцев, который тоже у себя внедряет админ. Он как это объяснил, что сначала, когда ты это делегируешь, что у тебя показатель даже может просесть, если раньше ты это делал, а теперь это делает другое. Но человеку, когда ты это правильно выгрузил, и чем больше он этим занимается, а так как он занимается только этим, по правильной технологии, которая постоянно совершенствует, то он впоследствии начинает делать лучше, чем ты. И вот фактически у вас точно так же это и сработало. Да, совершенно верно. И у меня проседало, когда я отдавал. Конечно, это проседало, к этому надо быть готовым. И с человеком нужно работать постоянно. То есть смотреть, давать ему возможность ошибаться и продолжать верить в него, что ли. Да. Интересно. И вот чем больше общаюсь с владельцами, которые внедрили эти инструменты, тем больше я понимаю и там свои сомнения когда-то, когда я там слышал, ну, я давно слышал уже про Высоцкий консалтинг, про Александра Высоцкого, но и действительно, когда так поверхностно знакомишься, если не читать книги, не проходить тренинги, то складывается ощущение, что, блин, ну, какие-то обычные, понятные инструменты, я все это плюс-минус где-то слышал. Но вот черт вот в этих деталях, как это работает изнутри, вот это самое главное. Я еще раз, самое главное для меня это точка зрения. Вот она сформировалась из этих деталей, из вот этих кирпичиков, которые один за другим. Я совершенно по-другому стал себя осознавать. Это вот супер важно. Осознавать одно, и компетенция это второе. То есть именно я стал понимать, что мне нужно сделать. Вот здание строится, и мне нужно вот здесь вот вот это подправить, вот здесь вот нужно эти материалы использовать и так далее. Вот тут надо вот это померить, вот это померить, мерить супер важно. Вот. И дальше, дальше, дальше действовать. Именно вот этот взгляд появляется не сразу. Это не из книжек берется взгляд. А с книжек надо начинать. Даже, наверное, фильмопланирование. Там есть оргсхемы и фильмопланирование такие уже более сложные, но они супер полезные. Ну, малый бизнес, большая игра, я думаю, и обязанности владельцев это вот вообще в Москве. Абсолютно. Окей. Ну что, у нас получилось очень интересное такое интервью, очень сочное, прям большое тебе спасибо. Спасибо. Давай что-нибудь скажешь на пусте владельцам, ребятам, которые сейчас еще не прошли этот путь, которые мечтают вот обрести то состояние, в котором ты находишься, состояние владельца. Я, да, я пожелаю, я пожелаю каждому расти в своих компетенциях. Потому что часто владельцу, когда он построил какой-то бизнес и он работает, вот кажется, что все, он великий и все хорошо. То есть, и я много таких встречаю людей и среди своих друзей. Зачем мне учиться? Зачем мне, чему меня там научат? И еще вот эта коронная фраза я там, где ты учился, я там преподавал. Вот. Не останавливаться. То есть, вот в частности, эта программа и другие есть сильные программы очень сильно продвигают человека по компетенциям. Вот это самое главное и это то, что я желаю всем. Потому что наш российский бизнес, он не особо компетентный пока, к сожалению. Я вот, ну, закончу, наверное, на такой не очень ноте, но это правда. Я встречаюсь с многими людьми и есть ребята, которые очень сильно развиваются и очень стремятся. есть люди, которые думают, что учиться нечему. Вот это я пожелаю. И программа Высоцкого, она для этого супер подходит. Хотя, еще раз скажу, что есть много других путей. Абсолютно. И при этом, вот что мне тоже еще понравилось, то, что говорит Высоцкий, созвучно, да, дополнил, что мы же никогда не учились быть владельцами. То есть, этому мало кто учит, очень мало кто. И вот вообще нет такой идеи, что нужно быть учиться профессиональным владельцем бизнеса. То есть, мы, допустим, проходим курс там по построению отдела продаж, например, да, курс какой-нибудь по тайм-менеджменту или мы повышаем квалификацию в том, как производить продукт. Почему-то такому прикладному учимся. Но вот эта идея, вот эта ко мне пришла, когда я познакомился с Высоцким, что есть такая профессия быть владельцем бизнеса. И вот эта вот компетенция, вот эта квалификация, которую вам, владельцам, нужно осваивать, это, ну да, окей, мы все были когда-то стартаперами, все когда-то с чего-то начинали, изобретали свои велосипеды, они нам нравятся, они красивые, но есть область знания, как быть эффективным владельцем. И там все по полочкам, есть технология внедрения этого. Просто, если вы дозрели, если у вас есть финансовая возможность, если у вас достаточно устойчивая компания, приходите, это все внедряемо, и есть куча кейсов, куча результатов. Ну что, Павел, спасибо огромное. Спасибо. Это было одно из лучших интервью. Я, наверное, так часто буду говорить, но многие интервью такие крутые, и ты просто сегодня для меня такое еще одно открытие. Я всегда очень рад сталкиваться с ребятами, которые... Самое главное, вот что мне нравится, не то, что да, там компания с тем, это все круто, хорошо, но вот это состояние. Я сижу рядом, я считываю твое состояние, вот эта уверенность и в своем бизнесе, и в себе, и в том, как все будет развиваться. это потрясающе. Спасибо. Ну что, вы посмотрели еще один кейс, поставьте палец вверх, если вам понравилось, палец вниз, если нет, хотя мне непонятно, зачем вы это досмотрели до конца, но тем не менее. Напишите в комментариях, можете задавать вопросы, мы это все передадим нашим гостям. Пишите, что вы хотите еще увидеть, что узнать, может быть, каких людей вы хотите увидеть на канале Бизнес Бустер. Подписывайтесь на наш канал, посмотрите в описании, мы приготовили много вкусных бонусов, еще в конечных заставках тоже будут, может быть, уже где-то что-то такое появилось. Для вас внедряйте, используйте те знания, навыки, которые мы даем, мы делимся щедро и бесплатными фишками, и приходите на нашу программу. До встречи на канале Бизнес Бустер. С вами был Валентин Василевский. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok